Давайте по-другому что-то записать. Ваша жизнь, ваша спортивная карьера, детство, юность, участие в сборной России, сборной Советского Союза. Давайте попытаемся что-то в подскромном виде. Вот расскажите, пожалуйста, потому что вы начали в частном разговоре очень увлекательно об этом говорить, о гимнастике, о вашем увлечении. Начните как-то продолжить. Я из военной семьи. Мои родители разведчики. И поэтому у нас была очень строгая дисциплина. И папа меня отдал в спорт. И у меня проходило в мое детство всегда в спортзале. Мне всегда завораживала гимнастика. Это способность перевернуть свое тело. Сделать красивые упражнения. Ну, слышная гимнастика, это, конечно, одно. Но я выбрала более тяжелую, спортивную гимнастику. Вы выбрали гимнастику. А в каких городах было ваше детство? Какие ваши были первые тренинги? У меня был мой первый. А в каких городах? Ну, отец, как я говорила, военный. Мы колесили по всей-все-всем, всей стране, по всему Советскому Союзу. Вот он, военный врач был еще. И поэтому мы останавливались то в одном, то в другом городе. Я училась в нескольких школах. И везде я находила спортивные, спортивные залы. И уже в Ставропольском крае я уже более оседло жили. И потом приехали в Санкт-Петербург. Вот, тренер у меня был самый последний. У меня очень много было тренеров. Ну, самый такой вот запоминающийся был тренер. Оханев Иван Максимович. Он был нам как отец. И вот помните песню? Очень хорошая была песня спортивная. Спорт – это жизнь, целая жизнь, даже немножко больше. И вот что дает спорт человеку? Он дает очень и очень многое. И когда я тренировалась, у меня очень и очень много было разных возможностей. Разных возможностей давать свои результаты выше. Особенно, когда у нас сборы были. Я уходила в самый последний спортзал. Школа Олимпийского резерва, которая находилась в Ставрополе. Это был 68-й год. Был такой замечательный чемпион мира Василий Скакон. Он организовал эту школу Олимпийского резерва. И вот мы были как первые ученики. Это в Санкт-Петербурге, да? Ученики. Нет, в Ставропольском крае. А, еще в Ставропольском крае. Да, еще в Ставропольском крае. И тогда у меня началась серьезная, вот такая вот, уже более, более большой спор. Когда мы поехали впервые на московские сборы, потом были санкт-петербургские сборы, потом были сборы в Молдавии, потом были сборы. И везде нас встречали, встречали нас, как будущих спортсменов были очень много. Потому что в то время спорту уделялось очень-очень много значений. К сожалению, сейчас уделяется гораздо меньше. Но я очень рада, что сейчас возрождаются многие спортивные кружки и при дворцах культуры, при везде-везде. Поэтому, когда человек занят, именно, будь это спорт, будь это искусство, будь это другой вид деятельности, серьезный, он дисциплинируется. Он ищет что-то новое. Вырабатывается определенные черта характера. Вот мы бывшие спортсмены. Мы встречаемся, наша спортивная команда встречается иногда. Потом переехали родители в Ростов, и там еще более началась у меня такая серьезная спортивная деятельность. Потому что я видела, как работает Людмила Турещева в спортзале, большой спортзал. Был специально построен и гимнастическая, акробатическая яма. Мы тогда впервые увидели не отбелки, а впервые увидели наполнители, специальные наполнители. И я что многое взяла от Турещевой. У нее было стремление, ответственность за то, что она представляет Советский Союз. И это тоже идет, вырабатывается черта характера определенной, и которая идет по всей жизни. Для меня, как для бывшей спортсменки, помогло в жизни это очень много. Если можно как-то более подробно, именно ростовский период в вашей жизни. Собственно, вы стали личными знакомыми, она вспомнит, кто такая вы при личной встрече, если допустим. Как вы общались? Можно как-то более подробно об этом? Конечно, когда у нас были соревновательный период и тренировочный период, это два больших периода. Потому что подготовка, само соревнование длится очень-очень мало, быстро. Но подготовка идет годами. Поэтому всегда нам тренер и наша команда, у нас было шесть человек, и всегда мы очень и очень слушали, ловили каждое слово. Потому что наш тренер – это наш отец. Вы практически не жили дома. Практически дома мы не жили. Простите, а дома вы не жили, а где вы жили? Вы жили в спортинтернате. Да, это был спортинтернат, спортивный интернат Олимпийского резерва. И как раз открывалась серия интернатов, это был Ставропольский край, а потом уже в Ростове этого уже не было. Но мы тренировались в большом зале «Локомотив». И тогда, это был 1968 год, да, и очень-очень много было сборов, было знакомых. Было много тренировочных часов, по шесть часов в день мы тренировались. Это было здорово. И это как раз сейчас всё помогло нам жить. И мы встречались с друзьями, и встречались вместе с моей. Жариков, он у нас был ведущий акробат. И как, как они называются, был как профорг группы, он у нас был самый старший. Он нас собирал, он и следил, и следил, чтобы мы не перетренировались, чтобы травм не было. Вот, он помощник тренера был. Вот, поэтому... Так, добро, ну тогда давайте вернёмся к нашим спортивным будням. Пункт первый, чем вы питались, если вы вспомните два-три элемента вашего рациона. Ну, например, рис, котлеты, помидоры, компоты, например. Да. И если какие-либо растяжения, или обрывы святок, или, не дай бог, переломы, как вы восстанавливались? Да, вот это очень хороший момент. Смотрите, нам не разрешалось кушать жареное. Такие шашлыки, всякие котлетки, всё это. Всё это было у нас на пару в дело, чтобы не было вздутия желудка. Нам запрещалось кушать капусту. Нам запрещалось кушать бобовые. Потому что они дают вздутия желудка, и получается дискомфорт. Это я очень-очень хорошо запомнила. Ну, конечно, супы были очень такие сбалансированные. Ну, берегли плюс наши желудки, и плюс не набирать вес. Вот. Не разрешалось перед тренировкой пить воду. Потому что это специфически, без спорта, лишний вес. Можешь на перекрутии, можешь на определенных упражнениях, особенно разновысокие грудья. Можешь не докрутить, или ещё не дай бог какая-то травма, может быть. Нам давали кусочек лимона, если хочется очень пить водички. И поэтому водичка была исключена перед тренировкой. После тренировки пить, как хочешь. Насчёт связок, насчёт травм. Конечно, были травмы. Конечно. Были вывихи, были растяжения, были переломы. Но самое главное, что, как мы спасались, это, могу дать рецепт, яблочный куксус. Обыкновенный яблочный куксус. Если у тебя растяжение связки, мы нас уже обучали, как это поставить, как протянуть. У нас был свой врач. Делали компресс на ночь. Уточкам встаёшь, как огурчик, и бежишь от гула. Так потрясающе. То есть, грубо говоря, мы берём марлю. Так. Мы марлю мочим в яблочный куксус. Но, чтобы не было ожога, предварительно смазываем это место маслом. Любым оливковым, подсолнечным маслом, ну растительным. И тогда обворачиваем яблочную марочку на яблочном куксусе. Вот. А ещё лучше, мочим полностью яблочным куксусом носочек. Надеваем, надеваем целлофан, пакетик целлофановый. Сверху надеваем ещё сухой носочек и спокойно ложимся спать. Утром ничего не было. Потому что не было. Да, это невероятно. Папа у меня хирург, он тоже мне подсказывал, военный хирург, подсказывал очень много вот таких лайфхаков. Невероятно. Мы научились спортивному массажу. Каждый у нас, каждый владел спортивным массажем, который мне пригодился. Вообще в дальнейшем пригодился. Ну, я тоже нечто подобное. Нужно показать. Ну, ещё немножко вот Ростов. Это примерно с ваших скольки до ваших скольки лет. Вот, в принципе, впечатления, мнения о городе в целом. Дон, Ворошиловский, Буденовский, Большая Садовая, Театр юного зрителя. Да, 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 да. Совершенно видно. Ну, вы прям хорошо знаете. Конечно, сейчас переименовали очень многие названия. Вот, к сожалению, раньше были такие вот... У нас был хороший спортзал. Это было такое вот место, вертолётный завод, если вы знаете, знакомые. Мы ездили в любую точку, где любой спортзал даже, и тренировались и на улице, тренировались в летнее время, конечно. Особенно когда-то на сборы. Когда на сборы. То есть у нас жизнь была очень-очень такая полноценная. Конечно, многое уже... Это прошло уже, как сказать, 50-70 лет. Многое забывается. Первый момент. Я хочу в гимнастику. С чего всё началось? В каком возрасте это у вас было? Я хочу в гимнастику. Простой детский импульс. Мне было 4 года. То есть тогда вы прирождёте у меня гимнастику? 4 года у меня было. Это я никогда не забуду, что я легла на пол и сделала мой... Не мостик, а рыбку. У меня ноги достали до головы. Мама, конечно, была, говорит, не отдам. Папа говорит, а я отдам. Ну, у них были споры, куда я пойду. Даже в цирк хотели меня взять. Но в цирк родители категорически отказали. Ну, потому что у меня была очень хорошая гибкость, прыгучесть и растяжка ног. Буквально после 2-3 тренировок я уже садилась на шпакат. И впоследствии, я ещё хочу коснуться тренерской работы, впоследствии я разработала свою систему растяжки ног. Это когда я уже ушла из спортивной деятельности, тогда я перешла, потому что без спорта я не могла. Мне было тяжело. И я 20 лет преподавала групповую акробатику. Мне это очень нравилось. За тренировку у меня дети заходили по 60-70 раз на мои плечи, на мою спину. Это было великолепно. Это же мы... Моя группа выигрывала конкурсы. Даже «Утренняя звезда». В «Утренней звезде» помните была передача «Утренняя звезда?» Да, безусловно. Детские ацамбли там выступали. Да, да, да. И в «Утренней звезде» я была такая девочка. У меня была Сагалаева Олечка. Она была невероятно гибкая. Она работала на моих плечах. Я была нижняя, она была верхняя. И у нас был оригинальный жанр. Очень красивое упражнение. Композиция такая. Вот так. Вот так. Тогда начинаем со самого интересного. А как вы попали в «Утреннюю звезду»? В качестве кого вас пригласили? Вас, Олю и так далее? Вот более подробно. Пригласили очень случайно. Кто-то из «Утренней звезды» Ставрополья, «Утренняя звезда» Ставрополья, был на тренировке. Потому что какой-то не режиссер, а оператор. У него там была девушка в Дворце культуры, а мы как раз там выступали. Когда он увидел этот номер, который мы тренировались. И он говорит, а не выступит ли вам «Утренней звезде» в Москве? Простите, номер был обыкновенная акробатика с какой-то музыкальным фоном, да? Да. Нет, групповая акробатика. Вот у меня Оля Сагалаева работала на моих плечах. Мы отрабатывали оригинальный жанр, нам предоставили. Но по категории, по возрастной категории, я, конечно, не подходила. Я уже в то время была мать четверых детей. И Оля Сагалаева, моя девочка верхняя, она подходила по возрастным категориям. Но, когда уже спрашивали, сколько вам лет, мне пришлось, конечно, признаться, сколько лет. И поэтому нас определили вот этот оригинальный жанр. Вот так мы попали в «Утреннюю звезды» в Савараполье. Ну, это прекрасно. Потом «Утреннюю звезды» в Савараполье. Да, да, потом нас пригласили. И даже моя вот девочка, она сейчас, кстати, живет в Японии, она там тренирует группу, она так по спортивной линии пошла. И что самое главное, что у нее осталось это тоже на всю жизнь. И мы тогда еще в этом конкурсе выиграли приз зрительских симпатий. Потому что она была самая маленькая и самая гибкая. Она была вообще будто перчевая девочка. Но позвольте за вас и за нее порадоваться. Тогда тема ваших крупнейших достижений в спортивной карьере. Вопрос номер один. И постепенно, плавно от этого переходим к успехам вашей жизни личной. Как вы стали мамой четырех детей? Ну, я могу начать, как я стала мамой четырех детей. Я просто очень люблю детей. А остальное дает Бог. Это самое основное, что я могу сказать. Ну, мои такие достижения. Я со спортом не рассталась. Со спортом я не расстаюсь. Живя в Греции, я очень много плаваю. У нас там спортивные есть такие тренажеры на улице, как везде, во всем мире. Я каждое утро туда прихожу, независимо от времени года. Ну, конечно, когда идет дождь, я сижу дома. Это самое главное мое спортивное достижение, которое я пронесла через всю жизнь. А так, были вот чемпионаты... Ну, это первый чемпионат Советского Союза, может быть, юношеский чемпионат? Ну, конечно, среди юниоров. Где он проходил? 14 лет. Вам 14 лет, пожалуйста. Первый чемпионат по юниорам, вам 14 лет. Это, насколько мне известно, как легко считается 1969 год. Как это все происходило? Нет, даже не 60, а это еще раньше. Ну, так. Вот. Сейчас надо просто вспомнить. Ну, конечно, это было очень волнительно. Были и... Ну, сначала, прежде чем попасть на эти соревнования, были районные соревнования, были потом краевые, потом были соревнования отборочные, потом и так далее по определенной схеме. А потом уже, конечно, юниоровские эти соревнования. Были они в Калуге. Ага. Вот. В Калуге это было 1900, по-моему, 67-й год. 67-й год, да. Да, да. Вот. И тогда я очень-очень волновалась и боялась делать ошибки, потому что я люблю, конечно, брусья, я люблю очень бревно. Вот. Тренировочное бревно 10 сантиметров, а спортивное бревно 80 сантиметров. Вот. И представьте, что нужно выполнить норматив мастер спорта вот именно на этом бревне и выполнить свою композицию эту. Вот. Ну, срыва не было. Было, конечно, я впервые завоевала вот такую вот юниорскую свою медаль, которую потом я вот закончила художественное училище Мини-Греково-Ростовское. Я, конечно, кубок был у нас, оставила в дар училищу. Ну, мы советские дети, очень коллективные. У нас очень развит был коллективизм. И сейчас. Поддержка друга. Вот эти вот качества, которые мы пронесли через сюжет. И тогда вот уже вы получили приглашение в юниорскую сборную Советского Союза после одного из этих соревнований, одного из юниорских чемпионатов, да? Да. Ну, и, собственно, там определенно носито и так далее. Ну, и вот, собственно, дальше вот как перехода. Ну, да, дальше вот в этом переходе у меня случается травма, и я схожу с дистанции. Ну, конечно, это было очень и очень тяжело. Вот я шла на хорошем, уже в команде, которая шла к профессиональному спорту. И поэтому пришлось мне оставить спортивную деятельность. Ну, еще, так как папа хирург, ты знал, что у тебя эта травма, она серьезная, но ты можешь только оставаться на тренерском. Ну, я еще повторяю, я благодарна, благодарна именно спорту, что спорт дал мне очень-очень много в жизни. И поэтому я хочу сказать, чтобы девочки, девушки, юноши, которые занимаются спортом, они пусть не думают, что это пройдет бесследно. Это очень и очень много будет играть большую роль в их жизни. Нет, ну, здесь наступает один маленький, тонкий психологический момент. Если, допустим, это смешанная либо женская команда, то здесь на первый план выходит чисто женская конкуренция между собой, тем более вид спорта, связанный с эстетикой. Кто из нас самая ловкая, самая умелая, самая красивая? И самая гибкая, да? Самая гибкая, ну, что касается гимнастики. Ну, собственно, как вам эти противоречия удавалось преодолевать? Ой, это, конечно, ну, все человеческие поруки, естественно, присущие были. И тогда, и сейчас ничего не поменялось. Конечно, была и зависть, конечно, была... Конечно, была и зависть, конечно, была и... Были и такие подляночки, как всегда. Но, когда у тебя есть цель, ты более концентрированная, и это помогает. Сначала сама не будь завистливой и не делай другим подлость. Это основное правило. И тогда к тебе не притянутся очень многое. Ну, это да, основа коллективизма. И расскажите немножко, как вот вам из Петербурга с определенного момента в вашей жизни удалось перебраться в Грецию. Соответственно, первое впечатление от Греции, то есть прощание с Петербургом на начало жизневой миграции. Расскажите, пожалуйста. Это было в 2002 году, в наше неспокойное время, так как у меня уже подрастали четверо детей. Возраст старшего, возраст младшего, 2002 год? В 1989 году появилась у меня последняя дочка. То есть 13 лет? Да. 13 лет вашей дочке? Да, младшей дочке 13 лет. Старшая у меня в то время была ей уже 19 лет. И она уже закончила у меня, я сейчас скажу, институт музыки. И уже подрастали у меня двое детей, которые заканчивали школу, и нужно было уже поступать в институт. И поэтому в наше беспокойное время денег не было. Конечно, я оставила на мужа детей и поехала. Некогда было рассуждать. Дети росли. Каждый день им нужно было одевать, обувать и учить. Ну, насколько я понимаю, откуда из Греции поступило вам предложение там работать в трейер-про-династики? Насколько я понимаю? Нет, нет. Нет, не спорт. Не спорт. Там не спорт. Там я приехала в Грецию с выставкой. Я показывала Академическую школу живописи. Выставка моя была. И мне предложили остаться там. Остаться и организовать студию, художественную студию. Так как у меня, я была уже в то время свободный художник, вот, я могла уже себе позволить такую остаться. И тем более деньги были хорошие, этого хватало, чтобы я выучила еще двоих детей у меня, а третья, четвертая у меня подрастала. Первая, как я сказала, успела закончить при Советском Союзе бесплатно музыкальное училище и институт музыки. И, а эти дети уже были готовы поступить в институт. У меня сын поступил в институт международных отношений, а другой в политехнических. А маленькая вот подрастала, она, кстати, закончила, пошла по моим стопам, закончила Академию. Безусловно. Резкие перемены климата. Вы упомянули и Ростов-Ставрополь с одной стороны, и Петербург с другой стороны. Город, скажем так, с нелегким климатом. Ну и Греция, я там ни разу не был. Из того, что вы перечислили. Приглашаю вас. Большое спасибо. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления, собственно, греческих климата, какие-то есть только позитивы, или есть какой-то негатив, как греческих климат, примерно того же самого Крыма отличается, от того же самого Ставрополя. Расскажите, Грецию Ставрополь, разберем. Да, Греция Ставрополь. Немножечко климат похож. Это, начнем с этого. Но в Греции там нету зимы. Ну, практически нету зимы. Но катаклизмы бывают всегда и везде. Вот недавно выпал снег в Греции. Это было, конечно, очень удивительно. Все остановились автобусы, остановились движения. Дети не ходят в школу, пока снег был. Но климат немного изменился. Ну, когда, в 2002 году, когда я приехала, вот, климат был великолепный. Я вообще зимой ходила, в туфлях. Там всегда цветущие сады. И что мне поразило, эти мандарины, апельсины, лимоны были на улицах. Просто так, как у нас Акация. Греция – это страна чудес. Это энергетическая страна. Это великолепная страна. И, причем, мне очень нравится как греки, так и климат греческий. Так, а основные черты отличия, допустим, среднестатистического грека от среднестатистического русского, основные черты греческого менталитета, именно греческого? Ну, конечно, вы задали очень сложный вопрос. Ну, нет, по ощущениям. По ощущениям. Хочу сказать, что это не только потому, что я разговариваю с вами, нахожусь в России. Самые лучшие мужчины – это русские. Спасибо. И самые доброжелательные и любвеобильные – это греки. Ну, в наших мужчинах очень, ну, сказал – сделал. Я говорю в основном о мужчинах. Я не говорю там о некоторых индивидуумах, которые совершенно не подходят к другим параметрам. И поэтому нельзя сказать, кто лучше. Они все замечают. Но наши мужчины лучше. Вот честно скажу. И еще хочу добавить, я еще не закончила. По Греции. Грецию я люблю. Очень люблю. Даже у меня было интервью в одной из газет. И я даже сказала, я люблю Россию. Но счастлива я в Греции. Потому что в Греции я раскрылась. Раскрылась как художник. Раскрылась как предприниматель. И плюс по всему, я продолжала… У меня была возможность заниматься спортом круглый год. Не останавливаясь, не идя в спортзал, а заниматься спортом круглый год. Можно там и зимой плавать плюс 10-12 градусов температура. И гастрономия великолепная. Те же оливки, те же оливковое масло, лимоны. Очень такие вот греческие лимоны немножечко отличаются от абхазских. Они по-своему хороши. И те, и те великолепны. Но отличаются. Гастрономия, конечно, морепродукты великолепны. Греция – это энергетическая страна. Там даже есть одна гора святого Павла. Называется Агиопаедус. И когда ты туда заходишь, ты чувствуешь, как идет, наполняется твое тело энергией. Это не только мое мнение, это мнение многих других. Вот это, вы понимаете? На гору Олимпы вам посчастливилось забраться? На гору Олимпы? Конечно. Ну, расскажите впечатление. Мы были, значит, расскажу я впечатление. Ну, конечно, не на все. Мы были в Древней Олимпе с ЮНЕСКО. Потому что я с ЮНЕСКО сотрудничаю. И я там, можно даже сказать, веду очень большой проект. Это международные выставки и международные проекты. И мы с ЮНЕСКО поехали именно в Древнюю Олимпию. Даже, кстати, я бежала в этот круг, когда начинаются Олимпийские игры. Зажигают Олимпийский огонь. И первый олимпийц бежит в этот круг, в стадион. Это самый первый Олимпийский стадион. Я не думала, что я буду бежать. Ну, я такую возможность не смогла упустить. Я бежала в сапогах на каблуках. Ну, действительно, это катастрофически неудобно. Вы знаете, никто не говорил об удобстве. Никто. Женщина должна, прежде чем научиться ходить на каблуках, она должна научиться на неделе. Так мне говорила мама моя. Ну, это, в этом есть элементы экстрима. Ну, экстрима. Женщина, ну, любая уважающая церковь женщина, должна иметь хотя бы стопарку обуви. Хотя бы стопарку. И поэтому она должна успеть какой-то определенный сезон, поносить определенную обувь. Поэтому ходить на каблуках, это, и бегать в том числе, не составляет труд абсолютно. Ну, во всяком случае, вне. Доброе. Ну, и о вашей международной деятельности расскажите. Ваша поездка в Мексику, собственно, ваша деятельность по линии русской диаспоры, Греции. Собственно, как она выглядит, то, что она собой представляет Афина, Салоники, другие города, Пелопонез. Хорошо. Это очень такой вот вопрос. Объемный. Я постараюсь очень коротко рассказать. В Греции существует общество иммигрантов. Это русско-греческая федерация, которая вот объединяет в себе в разных городах. И диаспорой. И мы входим в эту федерацию. Общество иммигрантов, которое находится в Афинах. У нас есть свой офис, где это марк-директор. И у нас очень много проектов по работе с соотечественниками. Самый мощный проект – это мой адрес «Советский Союз», который я веду с 2007 года. Вот это самое интересное. Подробно расскажите. Рассказываю. Это моя любимейшая тема. Потому как в Греции, когда я приехала в Греции, у меня была очень большая ностальгия. Первое. Незнание греческого языка. Ну, я, конечно, выучила это при институте, нашла все, все нашла, организовала. Ну, как всегда, записывала там. Все с этим нормально. И, ну, самое страшное было, это когда я хотела услышать русскую речь. Потому что работала греческими детьми, работала, подрабатывала даже. Было всякое. И смотрела, и за бабушкой смотрела, и рисовала в определенных семьях. Приходила в семью, рисовала их портреты. Вот. И плюс там смотрела за такой же вот бабушкой. Мне вдвойне тогда платили. Вот. Были всякие работы. Поэтому греческий язык я подтянула. Но именно услышать русскую речь. Даже съесть этот кусок ржаного хлеба с салом и с чесноком. Это было просто ностальгия. И вдруг зашла в одно кафе, и хозяин кафе сказал, «Ты русская?» Говорю, да. А ты можешь здесь организовать какую-нибудь выставку? Я говорю, легко. Я организовала... Ну, уже у меня были определенные работы. Вот. И я в мэрии Афин организовала первую выставку. Это был 2005 год. И когда он мне сказал, можешь организовать выставку, я с удовольствием согласилась. И говорит, почему бы нам не сделать русские блюда в кафе? Я говорю, хорошо. Я вам сварю борщ. Короче, я посадила греков на пельмени и на борщ. А вот какое в Греции самое популярное в греческой кухне первое блюдо? Как оно выглядит? Расскажите, пожалуйста. Ну, греки очень любят пастицию. Греки очень любят траву, которую у нас на дачах выдираются и выбрасывают. Она 5 евро стоит 1 килограмм. Это одуванчики. Необразим, а сколько с одуванчиком? Они отваривают. Потом еще называется одна трава щерица. Они тоже ее отваривают. Добавляют туда лимон. Воду не выливают. Они сливают эту воду, в которую варили этот сорняк, который я на своей даче косила просто. Вот. Смеялась. Потом фотографии отсылала в Россию. И эту воду пьют, когда жарко. Добавляют туда лимон, добавляют туда немножечко соли. И получается великолепный напиток, который они кушают с рыбой обязательно. Только с рыбой. К рыбе подается вот эта вот приправа. Что вот меня поразило это больше всего, и которую я сама питаюсь. Вот. И суп из сельдерея. Суп из сельдерея. Он настолько вкусный, настолько великолепный, настолько питательный. Там нельзя, вот, как бы сказать, любимое там греческое блюдо. Греки, смотря какой район, с какого района, у них у каждого свои блюда, которые представляют они на всяких конкурсах, которые вот они любят готовить, в тавернах любят готовить, любят готовить. Таких, в сестарья называется, ну, уличные кафе. Тиропито они любят. Что такое тиропито? Это пирог с сыром запекают. Они кушают это на завтра. Я хочу вернуться вот к деятельности. Давайте. Той, которая, которая у меня вот закружила, завертела. Так. И так, как родился мой адрес Советский Союз? Мой адрес Советский Союз родился из моей ностальгии. И когда мне вот хозяин кафе предложил сделать выставку, ко мне пришли, значит, с Узбекистана и Молдавии. И говорят, «А можно мы у вас поем свою молдавскую?» Я говорю, «Конечно». И он говорит, «Давай, делаем. Хорошо». Подтягиваются узбеки, подтягиваются киргизы. И у них у каждого свой был национальный костюм с собой. Потом Украина, потом Молдавия, потом и мой самый первый. Мы потом уже решили сделать этот проект. Это был грек Федон Алкинос, Йоргус Влахютус. Он поэт-песенник, и он держал это арт-кафе, в которое я случайно зашла. И так родился проект. Он говорит, «Давай называть проект, чтобы он звучал. Что тебе хотелось сейчас?» Я говорю, «Советский Союз». И мне сразу приходит на ум мой адрес «Ни дома, ни улица», мой адрес «Советский Союз». Да, Тухманов-Харитонов. Да, совершенно верно. Он любимым моим проектом, потому что я даже сейчас говорю, у меня аж мурашки похожи дают. Даже это может передать камера, потому что это была ностальгия по Советскому Союзу. Ностальгия именно вот мой знакомый, который мне вообще предложил, говорит, давай мы вместе создадим вот этот проект. Он говорит, куда бы ты хотела сейчас оказаться? Я говорю, в Советском Союзе, где было все хорошо и просто. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Сразу приходят песни «Это мне в голову». Я начинаю приглашать те, которые пели у меня молдаване, которые пели украинцы, потом пели узбеки, подтянулись киргизы, и вот по таким крупицам было собрано 14 республик. И мы решили каждый год проводить этот фестиваль. Фестиваль именно в Art Cafe Fest и потом уже потихонечку каждая республика «А можно мы принесем свое угощение?» Ну, конечно, можно. Молдаване говорят, а мы свою Изабеллу принесем вино? Ну, конечно, можно. И у нас проходил великолепный фестиваль. Если мы в первый год расклеивали вдвоем эти афиши по всему городу, около метро давали эти флешки, как они называют, листочки с нашим адресом, и где это, то уже впоследствии уже четко знали все, где это, куда идти, и что будет великолепный фестиваль. Потом был маленький перерыв, я уехала на один год обратно в Россию, вот, ну, там, не так, полгода я на год не могла уехать, потому что по документам нужно было присутствовать полгода, и был перерыв, два, три года мы не проводили, и потом мы возродили в 2010 году, даже в 2011 году возродили опять мой адрес Советский Союз по сей день. Сейчас последний был, но с пандемией конечно мы сделали перерыв, но в условиях нашего офиса, в условиях нашего общества эмигрант мы проводили, продолжаем проводить эти мероприятия, и я еще придумала новый проект 15 республик, 15 сестер, это будет в преддверии 100-летию Советскому Союзу, преддверие, которое будет праздновать 30 декабря 22-го года, этого года, и в преддверии каждый месяц будет у нас по одной республике, мы уже сделали до нового года сделали три республики, чтобы мы успели провести до окончания года, чтобы все у нас республики прошли. Каждая республика в месяц дает свой концерт. Мне запомнилась очень республика Узбекистан, они такой плов приготовили, принесли, у них такие зажигательные были танцы, такие костюмы великолепные, в общем, провели мы великолепно. Мы проводим сейчас даже вот в условиях такой неразберихи, как на Украине, мы проводим украинские вечера. Был у нас украинский вечер. В Украине немало сувпатриотов, а вообще есть. Да. Она струдирует по Советскому Союзу. Конечно, конечно. И то же самое в Греции, у нас у меня самые лучшие друзья, они украинцы, мы до сих пор общаемся, я ем их галушки, вареники, все эти они приносят в общество эмигрантов. В эмигранте в общество эмигрантов у нас председатель, она сама из Одессы, Ольга Иванова, заместитель председателя Елена Ефанова, она из Луганска. И даже наше общество эмигранты участвовало в большой против войны демонстрации, которая была в Греции. То есть мы ведем такую активную работу, и для нас не существует границ. В прошлом времени, а дружба остается дружбой до всех пор. Ой, я вас начал грешки делом по-немножечку переделась, там такая, конечно, звук тележочки. Да, да, да. Ну, лучше, так же, слава богу, он понемножку там. Сейчас уйти, это. Тележка, это, конечно, это известная практически мне. Несколько интригующе звучит, а это демонстрация. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Я лично заинтригован. Нет, ну... Кто, что против кого демонстрировал, как это выглядело? Ну, видите, мы уже так плавно перешли политическую деятельность, хотя я к политике не имею никакого отношения. Просто греки сделали очень большую демонстрацию, и мы присоединяемся. против войны в этом... в Украине, которые не объявлены. Это первое. Второе... Так, простите, греки против чего протестовали? Против... Чтобы не гибли дети. Ну, то, что... вот эта концепция, чтобы не гибли дети, чтобы не гибли мирное население. Все, вот это, вот эти вот... присутствовали эти плака. Нет войны. Все. То есть, антивоенный характер. Конечно. И дальше в Греции есть при институте Достоевского есть одна группа, которая... патриоты Греции и сочувствующие Украине, чтобы не было войны, они ездили даже с группой на Донбасс. и не участвовали, а снимали, как на самом деле происходит вот эта... вот эта война. И создали фильм, который был демонстрирован даже по каналам, по многим каналам. То есть, правда о войне. Так ее написали. Ну, Донбасс, да, Донбасс это больной вопрос. Это больной вопрос, да, не будем политически украина. Украина тоже больной вопрос. Все, но я хочу одно сказать. Даже я ничего не боюсь. Это первое. Второе. Я за великую Украину, которая была, чтобы она сохранила свою целостность, чтобы сохранила свои достояния, богатства, чтобы именно люди, которые были в Советском Союзе, и которые мы вообще, когда знакомились, мы никогда не спрашиваем, о какой ты национальности. Я не помню этого. У нас, кстати, в спортивной группе было два, один из Эстонии, вот, и один мальчик был из Киргизии. вот, и мы совершенно, совершенно даже не ставили какие-то преграды. Я именно за это. Взять самое лучшее, что было в Советском Союзе, взять самое лучшее, это братские республики, которые действительно были братские, действительно мы помогали друг другу, действительно мы любили отдельно. Вот я в студенческие годы мы ездили, строятряды были у нас, я тоже не избежала их. А вот это уже интересно, а куда вы ездили, что вы строили? Что мы художники, что строили художники, да? Художники, по идее, должны расписывать. Да, объясняю. Мы рисовали доярок. Так, это неплохо. Конечно. Писали соц. обязательства, рисовали доярок, собирали картошку, ходили, помидоры собирали даже. Это было просто незамываемое время. Ну, так как назывались это строятряды, поэтому мы были подвластны строю. летние отряды можно было назвать, строительными отрядами этого назвать было нельзя, потому что я ездил в строй отряды, я именно занимался стройкой. на портолоне просто. Ну, а мы вот нас использовали вот таким видом деятельности. Я даже подрабатывала на вертолетном заводе в ночное время, ночной нянькой, когда училась. Значит, был детский сад круглосуточный, и мы разрисовывали детский сад ночью. Нас подкармливали. Сердобольные нянечки. Мы еще бидончики с собой приносили. Вот, нам еще борща наливали. И потом ушла вся группа. Подрабатывали везде. Еще что-то скажите в порядке завершения вашего замечательного интервью. собственно, современный спортсмен. Мы с вами познакомились на почве кинопроекта «Россия с нами не пропадет». О, не пропадет. Я еще хочу сказать. О наших прекрасных девушках, которые играют в чисто мужской вид спорта, которые были запечатлены камерой. Кинопроект делался без предварительного сценария, без хорошего оборудования. Вот это оборудование, кстати, появилось строго в процессе, оно не было с первого дня съемок. Презентация команды мы проводили, соответственно, уже награждение для подкармливации, ну, собственно, и вот все, что идет в нашем кинопроекте, идет выработка эстетической и артистической футбола. Вот как вы к этому описываете? Представьте себе, вот вы, гимнастка, тут женский игровой спорт, футбол, и мы, соответственно, говорим, вот, пожалуйста, профессионалки будут играть отдельно, а артистки будут играть отдельно. Ну, женский футбол, ну, если, может быть, даже существовал женский футбол еще в мое время, в мою так, спортивную новость, может быть, я и ушла. Мне очень нравятся такие вот экстремальные виды спорта. Это чисто действительно чисто мужской вид спорта. Но я хочу сказать, прежде чем начать играть в футбол, очень большая предварительная подготовка. Там и та же растяжка, и та же гимнастика. Я не сомневаюсь, потому что я, отработав тренером, меня приглашали и, я тренировала и легкоатлетов, вот именно гимнастические такие вот упражнения давала. Растяжку ног, растяжку рук, растяжку позвоночника. Предварительно, огромная предварительная работа. Именно то, что девчонки решили все-таки, даже, по-моему, это и олимпийский вид спорта. Невозможно. Возможно. Возможно. вы молодцы. Вы молодцы, потому что не каждая сможет заняться таким видом, чисто мужским видом спорта. Это нужна выдержка, это нужна сила, это нужно терпение, это нужна целеустремленность. Но так, как в наше время, женщины стали совершенно по-другому себя вести. В мире очень много всего то, что мы женщину подхватили. Мужчины поделились с нами. Анна, большое вам спасибо. Постараемся опубликовать не очень медленно. Ничего страшного. Можете сокращать, можете что-то убирать. Мне нужно подготовиться вспомнить многое. Даже фамилии сейчас я помню некоторых тренеров фамилии.